Предупреждению наркомании Кубань уделяет особое внимание. Приоритетной задачей остается профилактика, особенно среди подростков. И здесь важно не только самим молодым людям объяснять, что наркозависимость не просто пагубная привычка, а смертельная опасность, но и проводить разъяснительную работу с родителями. Взрослые должны интересоваться увлечениями своих детей и помогать им находить полезный досуг. Тем более, что в Сочи возможность бесплатно посещать кружки и секции есть. Кроме того, в летний период во всех районах работают площадки активности. Большая работа по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни проводится волонтерами и представителями молодежной политики. Инициативная молодежь регулярно реализует масштабные мероприятия и тематические проекты. Так в октябре планируется провести акцию «Запишись в клуб». Глава города уже поставил задачу перед всеми нами о том, что в новом учебном году мы должны вовлечь 100% детей в все наши досуговые учреждения. И вся наша разветвленная сеть мероприятий, она, собственно говоря, и нацелена на то, чтобы создать устойчивую ментальную установку у наших родителей о том, что каждый ребенок должен быть где-то чем-то занят. Такие меры, уверены участники антинаркотической комиссии, должны помочь решить проблему наркомании. Усиленная работа муниципальных комиссий в городах и районах края по профилактике, лечению и пресечению распространения наркомании и алкоголизма уже дает положительные результаты. По сравнению с прошлым годом количество наркозависимых сократилось на несколько десятков. Побороть смертельную привычку помогают и специальные реабилитационные центры. Кстати, Национальным антинаркотическим союзом специально для Сочи разработан пилотный проект по предоставлению курса оздоровления зависимых. 100 человек эти центры готовы принять, причем принять бесплатно, что самое главное, потому что зачастую у лиц, страдающих наркотической зависимостью, есть желание и убеждение, что с этим нужно покончить, но нет денег, понимаете. И вот такой шаг нам предложили Национальный антинаркотический союз сделать. Тысячи людей, проходящих реабилитацию в России и за рубежом, уже начали новую жизнь. Многие из них ежегодно становятся участниками международного антинаркотического лагеря и помогают уже другим побороть себя, твердо встать на путь исправления и почувствовать вкус жизни. Татьяна Нагорская, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.